Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Ичера, вы уже узнали. Я руководитель проекта Jetware. Что мы там делаем? Мы разработали и развиваем дальше систему автоматизированного управления серверными приложениями. Это включает в себя и сборку, тестирование, деплой, эксплуатацию, апгрейды, вывод из эксплуатации. Я раньше занимался и занимаюсь сейчас системным программированием. Начинал с Solaris, FreeBSD, Linux. Потом занимался созданием интернет-сервисов, обычных веб-сервисов. Начиналось с C, тогда еще ничего другого не было. C, Perl, Java, Python, Ruby. Я знаю боль разработчиков, боль администраторов, ну и боль системных программистов, которые вынуждены работать все вместе. А что мы делаем в Jetware? Наша система, то есть это самоконфигурирующиеся автономные приложения и рабочие окружения. Что это такое? Это такой набор программ, который работает в отвязке от операционной системы и работает одинаково везде, где бы вы их не запустили. Ему нужно только ядро Linux, начиная от 2.6.32. В принципе, все. Больше ему ничего не нужно. О чем я буду рассказывать? Я расскажу про эволюцию системы управления. Системы управления как распределенных систем, так и на самом нижнем уровне, то есть на уровне программ и зависимостей. То, какие инструменты сейчас есть, какие появляются новые, по какой причине они развиваются, как мы этому способствуем, ну и, собственно, почему DevOps будет ненужным. Мы тоже прикладываем к этому руку. Так, что такое современная система? Ну, я искажу из того, что здесь собрались любители холода, то есть у любителей холода система нормальная, большая, сложная. То есть много серверов, много приложений, много связей, это сервисно-ориентированной связи, много библиотек, много компонентов, много программ. И она, конечно же, растущая. То есть она не закостенела у вас, вы ее развиваете, вы ее обновляете. И любая современная система, большая современная система, это большая проблема. То есть если у вас есть система, то вы столкнулись с проблемой. То есть у вас будет проблема управления, проблема обновления. То есть ваша жизнь трудная. Сейчас коротко по теории, совсем коротко, чтобы согласовать термины. Мы рассматриваем три системы, три типа. Монолитная система, распределенная, жестко связанная и свободно связанная. Что такое монолитное? Это самый простой вариант, когда у вас все компоненты жестко связаны, и выход любого компонента из строя, он заключает то, что у вас система перестает работать полностью. Распределенная система. Если у вас хотя бы на один компонент больше, чем необходимо, у вас система сразу стала распределенной. У вас может быть несколько связей между сервисами, может быть несколько сервисов, и уже здесь система делится на несколько уровней абстракции. Значит, макроуровень, микроуровень. Что такое макроуровень? Это типы компонентов сервисы, здесь они красными кружками объединены, и топология, связи между компонентами. Это в любой распространенной системе. То есть компоненты — это кирпичики, а то, как из них построен дом, это уже сама система. Микроуровень — это то, из чего состоят кирпичи. Любой компонент, любой микроуровень — это является монолитной подсистемой. Чем-нибудь на микроуровне развалилось, компонент, узел вышел из строя, должен там заменяться. В жестко связанной системе все у вас работает жестко, все связи предопределены, все сервисы привязаны к железу. То есть они могут, например, в каких-то случаях переноситься с одного места на другое, но это все заранее жестко предопределил системный администратор, который, например, с помощью шефа, либо настроев пейсмейкер, заранее указал, какие сценарии, по каким правилам меняются роли компонентов системы. Свободно связанная система. Тут все совершенно по-другому. Все может меняться. То есть могут меняться связи между сервисами, может меняться привязка к оборудованию, могут добавляться, убавляться компоненты. Все должно происходить автоматически. Постоянно, автоматически, централизованно. Централизованно это на самом деле только потому, что сейчас так удобнее. Полноценных распределенных систем, которые были peer-to-peer, таких в принципе нет. Как только у вас система управления вышла из строя, у вас система и свободно связанная превратилась в жестко связанную. То есть когда система управления не работает, что-то поломалось, поломалось все. Почему на самом деле свободно связанных систем сейчас эксплуатируется мало? Потому что их сложно проектировать, сложно настраивать. Они глючат, они хотя бы просто сложно создать. То есть сейчас в настоящее время создали нормальную сложную систему, только Google, кто-нибудь еще. То есть сейчас эти проекты делают каждый сам под себя. Но есть такая вещь, как эволюция управления. То есть развиваются существующие инструменты, появляются новые, все движется вперед. Что было у нас с эволюцией? Сначала были руки, то есть вы все набираете вручную. Потом, как запись этого опыта, появились скрипты. То есть вместо того, чтобы повторять много одинаковых действий, вы это все внесли в скрипты. Скрипты тоже имеют свой предел сложности, когда у вас много серверов, много разных нюансов. Появляются средства инфраструктуры S-код. Инструменты для того, чтобы можно было автоматизировать управление уже большого числа сервисов. Это Puppet, Chef, Sold, Ansible и вы еще десяток каких-нибудь других назовете сами. Что дальше? Дальше следующий уровень сложности, когда появляются свободно связанные системы, нужны инструменты для того, чтобы им управлять. У нас свободно связанная система намного сложнее. И для нее должны уже быть инструменты управления на двух уровнях. То есть первый уровень — это макроуровень, то есть там, где связываются сами сервисы, кирпичики. И нужно связаться управление на микроуровне, то есть то, что организовывает работу самих сервисов внутри. К самой свободно связанной системе требований совсем немного. То есть она должна позволять автоматическое управление, должна свободно перемещать сервисы на оборудование и должна свободно позволять добавлять и убавлять разные компоненты. То есть если вы добавляете новые серверы, она должна их внести в конфигурацию и распределить между ними нагрузку сама. Изменение связи — это, например, также еще при ребалансировке нагрузки, то есть чтобы она тоже могла переносить сервисы, масштабировать их и правильно связывать клиентов и сервисов. У компонента у него все намного труднее. Значит, у него три главных требования — переносимость, тиражирование и интерфейс. Значит, первые два понятно. Что такое интерфейс? Это интерфейс с микроуровня на макроуровень. То есть чтобы компонент сообщил наверх управляющей системе о себе, что у него внутри есть, как к нему обратиться, ну и вот где он хранит данные, то есть кто ему должен поставить некое хранилище и куда его смонтировать. В принципе, самым пионером во всей этой области, тот, который вывел все на массовый уровень, оказались с Amazon Web Services. То есть они, значит, что сделали? Они приучили людей вот к этим четырем вещам. То есть люди стали воспринимать уже как нормальное, то есть не какое-то экзотическое дело, а что с этим можно работать и так правильно. То есть это разделение на сервисы, то есть из нескольких, например, монолитных систем, скажем, из двух-трех сервисов, можно делать микросервисы, которые намного больше, число их намного больше. Неизменный образ виртуальных машин, Mutable Images и хранение данных отдельно. Вот эти два тесно связанных элемента, но я их здесь расписал отдельно, потому что хранение данных отдельно, это для нормального человека, который занялся разработкой, скажем, 10 лет назад, это вещь достаточно нетрадиционная. То есть как так хранить эти данные отдельно. Но любой человек, который начинает расти в масштабах по управлению, по конфигурации, по управлению сервисами, он понимает, что без этого никак, то есть где-то данные хранить придется отдельно. Амазон как приучил то, что у него когда-то, когда они только появились, самый частый вопрос был, у меня перезагрузилась машина, куда делись мои данные. Ну и несколько экземпляров сервисов. Это очевидная вещь, то есть когда вам нужно масштабироваться, вам нужно, чтобы сервисов могло быть несколько, то есть хоть два, хоть двадцать. Кроме Амазона, хорошим таким пионером, который опять же подтолкнул эволюцию, оказался докер. Они сначала для себя разработали систему для своего платформы за сервис, потом посмотрели, что получилась прикольная вещь. Довели это до ума, сделали из этого инструмент разработчика, потом посмотрели, решили, что это хорошо и вывели это в продакшн для того, чтобы под докером работали и нормальные продакшн-системы. И докер-контейнеры, они у нас как раз по всем требованиям подходят к требованиям микрокомпонентам, которые я показывал раньше. То есть это, во-первых, легковесная замена виртуальной машины, то есть они зашли здесь в нишу Амазона. И для тиражирования и повторяемости докер дает такую вещь, то есть как докер-файл, который позволяет быстро собрать с изменениями новые варианты приложений. Докер-файл позволяет их собрать в любом месте тиражируемость. И главная вещь — это интерфейс. То есть интерфейс — то, как о себе контейнер сообщает наружу. Значит, на каком порту он слушает, на каком он оказывает сервис и где он хочет видеть данные. Опять же, докер стимулирует использованием Table Images. Все, у нас, значит, выполнены все требованные компоненты свободно связанной системы. Что у нас происходит дальше? Дальше у нас эволюция уже делает нормальный полноценный шаг. Появляются системы управления свободно связанными системами. Оркестрация. По сравнению со всеми предыдущими тремя шагами руки, скрипты, инструменты, инструменты автоматизации, инфраструктуры, с оркестрацией процесс ее введения в систему намного сложнее. То есть вам нужно получить, рассмотреть инструмент для оркестрации, который вы имеете, рассмотреть требования к вашему проекту, совместить их, тщательно придумывать, спланировать, как вы это будете реализовывать, протестировать, воплощать. Арсенал сейчас, но он не очень разнообразный. То есть самих, на самом деле, систем оркестрации по названиям есть много, но они в продакшн большинству либо не годятся, либо они какие-то узкоспециализированные. А так, из того, что есть хорошего, это просто безусловные лидеры кубернетис. Марафон, мезос-марафон, это, ну, так, то есть его можно использовать, но только если вы зачем-то знаете, что он именно вам лучше подходит, чем кубернетис. Докерсварм, я его здесь написал просто потому, что он это дань уважению. Сейчас его использовать нельзя и не рекомендуется. Зайдите, почитайте баг-репорты. То есть лучше почитать сначала баг-репорты, чем писать их самим. Вот, значит, мы посмотрели, что у нас на макроуровне, все хорошо, значит, у нас пошла, появились системы оркестрации. Что на микроуровне, той самой аналитной системе, что у нас собирает приложение? Напрашивается вывод, что докер. Ну, потому что вроде другого ничего и нет. Докер отличная вещь. Докер, он делает вот ровно то, что он делает. Он прячет в контейнер, прячет, значит, некую сложную сущность, и отдает из нее интерфейс. Вот эти самые глазки и носик с ротиком. Вот, это сеть и волумы. Ну, и, конечно, начинающий программист, начинающий администратор, когда видит докер, он думает, что у него в контейнерах находится вот такое приятное существо. Реальности находится вот такое, с костылями, кривое и странное. Странное. Ну, вы, наверное, сами видели на докерском этом хабе пример докер файлов. То есть, как само распространение докер файла выглядит. Курл, из него направляется вывод в США, и потом еще могут для украшения десяток конфигурии make install цепочек. Ну, исходники, конечно, и библиотники, вообще никто не чистит за собой. Вот, значит, но докер, на самом деле, он вообще вещь очень классная, поэтому то, что я вот сейчас тут пошутил, как бы это, ну, просто, ну, над ним можно шутить. Вот, докер, он подтолкнул эволюцию вообще управления сложными системами, подтолкнул хорошо. То есть, после докера уже появился тогда нормальный кубернетис. До докера кубернетис не было. Ну, вернее, он, может быть, и был, честно говоря, не знаю. Но ему нечем было управлять. Вот, значит, то есть, докера подтолкнул кубернетис. Кубернетис толкает эволюцию, вот эта зеленая линия, толкает ее выше. Но сам докер, он эволюцию на микроуровне, он ее затормозил. Просто потому, что он, казалось бы, решил всю проблему. То есть, вот он все стал паковать внутрь своего контейнера. Больше ничего делать не нужно. Вот, что такое на микроуровне нормальное приложение сервиса. Значит, оно часто обновляется. То есть, вы все время что-то добавляете новое. Оно имеет много зависимостей. На программы, на библиотеки, на какие-нибудь ресурсные файлы, там, картинки и так далее. Вот. Оно при этом имеет еще версии на разные зависимости, потому что с какими-то версиями вы работаете нормально, с какими-то работаете плохо. Вот. Плюс, значит, компоненты, которые находятся внутри, их нужно как-то между собой интегрировать и наверх отдавать информацию о том, что у вас где находится. Значит, что дает докер для управления микроуровнем? Он дает простой способ установки программ внутрь контейнера. В принципе, его во многих случаях, для простых, многих его хватает. Значит, там вы можете просто shell-команды запускать, можете из него устанавливать пакеты RP, Moskid, Дебельский, можете в более сложных случаях уже запускать каком-нибудь полноценном средстве дипло инфраструктуры. Способ обновления у него есть слои, тут все хорошо, все отлично. Отлично. Кто-то может жаловаться, но что жаловаться? У вас другие варианты есть? Нет. Вот. Нет, это серьезно. То есть их вариант с OverlayFS он уже реально приближается к тому, что можно нормально полноценно использовать. Но есть еще такие вещи, как интерфейс на макроуровень. Вам нужно прописывать конфигурацию связи сервисов, их нужно прописывать руками. Для маленького проекта это нормально, для большого это уже сложно. Вот. Докер вообще реально хорошо и легко использовать в маленьких проектах. Почему, собственно, у нас сейчас стартапов много, все активно используют Докер, значит Докер модный. Для стартапа Докер подходит отлично, потому что кода мало, все в Докеру помещается легко, проблем с масштабированием нет, вы можете запустить какой-нибудь там, чисто для того, чтобы поэкспериментировать, запустить кластер на 10 микросервисов, посмотреть, как оно работает. Вот. И вам Докерфайл подойдет, все с ним нормально. Если у вас работающий проект, которому год, два, десять лет, то вам просто так Докерфайл не подойдет, потому что у вас все намного сложнее. Вот здесь на конференции, по-моему, даже несколько человек или рассказывают, или будут рассказывать о том, как они пишут свои системы, свои обвязки для того, чтобы собирать Докер-контейнеры быстрее, лучше и автоматизирование. Вот. То есть просто Докер для большого проекта не подходит. Вот. А это история про нашего потенциального клиента, которого мы сейчас хотим перевести в реальные клиенты. эта компания американская занимается разработкой софта для корпоративных клиентов. Вот. Это, значит, бизнес интеллигенс. Это много разного количества программ, частью одинаковые, частью разные. То есть там много кастомизации под клиентов. то есть порядка ста пятидесяти проектов, которые они ведут. Значит, и они за время своей жизни еще купили несколько там компаний, несколько стартапов или там развитых компаний, у которых тоже были свои подходы к написанию софта. Вот сейчас, значит, у них такой зоопарк, то, что у них используется, то, на чем они пишут. Значит, Oracle, сабхана, Java. Это, в принципе, то, что у них самое основное. Все остальное по мелочи. Вот ImageMagic, например, он у них нужен, потому что они купили какого-то стартапера, который делал много отчетов на PHP, MySQL и ImageMagic. Но у них есть много крупных клиентов на это дело, поэтому они это дело, конечно же, поддерживают. Они пытаются все интегрировать, перевести на какой-то общий код, но это требует времени, чего зря тратить его, если есть более интересные дела. Значит, раньше клиенты только экзешники и RPM-пакеты поставляли. Ну, и RPM-пакеты в RedHut и Oracle. Сейчас постепенно переходят на софт и РЗС-сервис и на виртуальные машины он-премис. Ими легче управлять. Их легче контролировать среду, в которой выполняются программы. Значит, что у них было, то есть, как был организован процесс разработки. Значит, у них было сколько-то билд-сервера с разными операционными системами. и система, то есть, они начали внедрять все continuous integration, поставили Jenkins, поставили Puppet. Ну, более-менее это все работало. Но были проблемы, то, что у них они не могли часто тестировать, у них все равно были отличия тестового окружения от рабочего, часто ломался процесс сборки, и что-то нужно было делать им. Значит, вот почему они решили перейти на SaaS и виртуальные машины, потому что они могут себе обеспечить ту среду, которую они хотят. Я вот забыл сказать раньше, но вот, например, одна из проблем, то есть, для них это не проблема, для них это было преимущество. Они у себя много чего RedHut патчили сами. Патчили для чего? Для того, чтобы у них были свои, для каждого клиента, у которого они собрали софт и знают, что у него все работает, чтобы у него так и работало. Чтобы если они вдруг для чего-то пропатчили липси у какого-то другого клиента, чтобы этот патч был только у того клиента, чтобы не переносить автоматом вот это все изменения на тех клиентов, у которых ничего не ломалось. Ну, стандартный принцип не ломается, не трожь. Значит, это привело к ним проблемам, что у них очень много разных вариантов надстроек над операционной системой. И они решили, что они будут собирать все в виртуальной машины. Значит, им нужно еще больше тестировать, потому что важность тестов понимают все, то есть большинство понимает, меньшинство их делает, но, по крайней мере, все к этому стремятся. И ищут решение это воспроизводимость сборки. Значит, им нужно собирать быстро, не собирать лишнего, оставлять то, что уже собрано и желательно не связанное с дистрибутивами, то есть, чтобы больше контролировать то, какие компоненты находятся у тебя. Вот здесь я расскажу маленькую историю. Значит, это случилось с Postgres в этом году, весной, наверное. Вот, это история про коллейшн. Значит, некая компания перешла у себя с Архела то ли с 5 на 6, то ли с 6 на 7, и у них после этого полетели индексы на Postgres. Postgres ни при чем, RedHat ни при чем, причем только с течения обстоятельств. То, что в новой версии Lipsy поменялся способ, которым они генерируют коллейшн для сортировки, у Postgres в базе слетели индексы. Никто не ждал подвоха. Но такое случается. Поэтому отвязанность от дистрибутива это в каких-то случаях реально очень важная вещь. И они хотели похоже что-то на Maven и Gradle, потому что они очень много пишут на Java, они познали все преимущества, как это хорошо. И хотели, чтобы было что-то такое же только с пуговичками для Linux. Для Windows они пытались, не нашли, но они Windows и не патчат в итоге. Какие варианты они стали рассматривать? Juju Charms и Nix. Кто знает Juju Charms? Два человека. Ну, в принципе, его можно и не знать, потому что это каноникаловский бунтушный проект. Но он в каких-то случаях хороший. Но этим ребятам он не подошел просто сразу же. Я тогда не буду про него рассказывать. То есть вы его тоже не используете. Нет, он на самом деле хороший. Он годится в продакшн. На нем DataArt даже нонсировал, что он этим летом или этой осенью какой-то большой проект для телекомов стал делать. Но это очень нишевое решение и оно на самом деле скорее всего только DataArt и это может еще кому-нибудь подойдет. Вот. Nix гораздо интереснее вещь. Один человек Nix знает. Кто еще знает Nix? Оба-на! Ну, человек 10. Это уже, кстати, намного лучше. Я даже думал, что будет наоборот. Вот. Значит, и люди действительно выбрали Nix. То есть как это может показаться немножко странно, что такие хардкорные корпоративные писатели софта и взяли какую-то такую немножко экстремистскую систему. Что такое Nix? Как сами пишут о себе Nix? это реализация функционального программирования в управлении пакетами. Это вообще офигенная вещь. Я просто когда про Nix узнал где-то полгода назад, я стал его большим фанатом. То есть хоть они нам и конкуренты. Мы лучшие, но они лучше в другом. И я вообще реально Nix вам рекомендую использовать тоже, если вы найдете под него соответствующую задачу. Nix сейчас состоит из менеджера пакетов Nix, который появился раньше, и из Nix OS. Nix OS это операционная система, это разновиды дистрибутива Linux, который примерно то же, что Debian или Centos, Fedora. Но он собран по другим принципам. Принцип это самые чистые функции от пакета. То есть любой собранный пакет в Nix это функция от четырех компонентов. От названия версии пакета, от правил сборки, от исходного кода пять компонентов и от конфигурационных значений. Если поменялось любой из этих значений, то Nix будет считать это новым пакетом. В системе могут одновременно находиться сколько угодно пакетов, разные варианты сборки, разные варианты конфигурации при сборке, они все могут существовать отдельно и выбираются уже в момент, когда этот пакет будет использоваться непосредственно при выполнении какой-то программы. Что такое чистая функция? Вы представляете? Нормально? Отлично. У Nix все состоит из пакетов. Lipsy тоже отдельный пакет и Lipsy может быть 10. Каждый пакет это отдельный каталог, который находится в фиксированном понятном месте и он read-only. Пакет собирается по зависимости. Он может установиться из репозитории, если уже есть, либо если его нет, он автоматом соберется из исходников по правилам сборки. вторая ключевая вещь, которая даже первая ключевая вещь, которая есть в Nix это его концепция пользовательских окружений. Пользовательское окружение это точка объединения нескольких Nix пакетов в нечто одно целое. Например, если у вас есть задача запустить сервер MySQL, то пользовательское окружение это будет набор примерно сотни пакетов, начиная с MySQL и все его зависимости, которые нужны ему в рантайме. То есть зависимости заканчивая липси, а начиная примерно не 100, а пакетов 50. Но если вы, например, хотите еще и MANA использовать, то у вас там копится пакетов больше. То есть это все пакеты, которые нужны для того, чтобы MySQL мог запускать все свои бинарники, которые в нем находятся. И это польское окружение полностью отвязано от операционной системы. То есть во-первых, вы можете это польское окружение переносить на любой другой сервер. Главное, чтобы там была достаточная версия API ядра. у них по-моему тоже начинает 2632. То, что они поддерживают. И работают у них польское окружение примерно по такому же принципу, как и сами пакеты. То есть по сути это тоже польское окружение, это некий пакет, в который запакованы, в который помещаются ссылки на другие пакеты, на те пакеты, которые это польское окружение использует. Я вот сейчас может быть вас гружу, но я дальше рисунки еще покажу, как это выглядит на схеме. Может быть станет понятнее. И что такое еще хорошее в этом окружении? То, что оно транзакционное. То есть как добавляется или удаляется пакет из окружения? Это копируется текущее, напоминаю, read-only окружение, то есть вы его сами поменять не можете. Его копирует менеджер пакетов, добавляет в него новый пакет или удаляет из него пакет с вашей старой версии рабочего окружения на новое. Это на самом деле вещь тоже достаточно хорошо используется в продакшене. Пользователь окружения внутри практически полностью повторяет стандартную файл хайерархии стандарт. Стандартную линуксовскую иерархию файлов. То есть есть bin, etc, lib, include, share, либо exec. Файлы практически полностью повторяют любой существующий Unix. Нет var, нет tmp, нет log, потому что рабочее окружение read-only и писать туда соответственно нечего. И все, что находится в рабочем окружении, это либо каталоги, либо sim-link на пакеты, которые используют рабочее окружение. И вот как это выглядит. То, что там в уголочке nix.profile это сама точка сборки, то есть это точка входа в рабочее окружение. Из нее сиреневенький sim-link ведет в конкретный вариант рабочего окружения. Вот оно там 0.1.2.3 называется, user-env. Я тут полностью не стал весь дирлистинг приводить. Но вот можешь посмотреть BIN. У нас сейчас в системе используется в этом окружении используется например два пакета MySQL и PHP. Из них используется их больше. Это то, что я показал. То есть ellipsy я здесь не показываю. В BIN у вас есть MySQL D это sim-link. Этот sim-link ведет сначала в каталог 4.5.6 MySQL в котором находится вся иерархия которую вы получите например MakeInstall после сборки MySQL он ведет туда на BIN MySQL D он таким образом загружает вливает из всех пакетов которые он использует вливает в юзерское окружение все файлы вливает их sim-link то же самое не только с бинарниками то есть библиотеки он тоже вливает аналогичным образом и все другие типы файлов то есть например MAN значит эти американская разрабатывающая софт-компания когда она поставила NYX она пришла к такому состоянию то есть у них сейчас порядка 200 машин 180 которые занимаются софтверс сервисом и для continuous integration они еще используют периодички машины в амазоне когда у них там есть пошла волна изменений нужно быстро их протестировать вот и для управления они используют такую комбинацию значит NYX докер кубернетис кубернетис им используется им нужен для того чтобы управлять стартом остановкой всех этих докерских машин значит NYX им обеспечивает разные варианты рабочей среды для работы и тестирования их программ докер здесь только нужен как прослойка для того чтобы кубернетис знал что у него где есть что ему где запускать как ему к этому обращаться ну да и докер конечно используется для привязывания персистентных данных больше некие функции докера не используют то есть докер файл он состоит из двух строчек выбрать выбрать нужную версию NYX окружения дальше все остальное NYX делает уже сам вот значит в принципе их на самом деле все устраивало у них оказалась проблема то что у NYX все-таки именно из-за того что это чистая функция есть особенность работы версий и очень долго в некоторых случаях им приходилось ждать результатов тестирования то есть там при изменениях зависимости требуется пересобрать компоненты требуется пересобрать по какой причине значит NYX как я говорил это та самая чистая функция значит если у чистой функции поменялся аргумент то у нее поменялось значение значит NYX чистая функция от всех зависимостей там не только прямых зависимости ну вернее NYX пакет не только от прямых зависимостей, а от всего, что у него находится вглубь иерархии. То есть вот конкретно здесь примерно. Вот у нас есть мой SQL. У него где-то там в глубине зависимости может быть липси. Вернее нет, у москвел, конечно, он прямая зависимость на липси. Но могла бы быть там какая-нибудь на другую библиотеку, которая там редко используется. Значит, в непосредственном случае, если у вас просто поменялся липси, вам нужно будет пересобирать и мой SQL. Значит, кроме москвел, вам нужно будет пересобирать все остальные программы, которые имеют зависимость на липси. Значит, и для тестирования, то есть это нормально для системы, для операционной системы, потому что липси у вас меняется не так уж часто, другие пакеты системные тоже меняются не очень часто. Но это просто кошмар, если вы пытаетесь использовать никс именно для continuous integration. То есть если у вас, например, 150-200 проектов, 50 из этих проектов – это общие компоненты, которые где-то используются. Это означает, что при тестировании, если у вас поменялся какой-то там в середине компонент, вам нужно будет в концепции никс и пересобирать абсолютно все компоненты. То есть никс предлагает хаки, как этого избежать, но это именно хаки. И тут нормального способа решить эту проблему ее просто нет в принципе, потому что такая идеология никс. но для всех остальных случаев никс подходит отлично. Соответственно, эти ребята стали искать альтернативу никсу, которая имела бы все, что есть хорошего у никса, и имела бы еще плюс такую вещность, чтобы она не пересобирала те вещи, которые не нужно пересобирать, которые можно оставить. То есть работу с версиями, работу с условиями по версиям. Стали рассматривать новые варианты. Кто знает, что такое генту? Это я просто проверяю честно, насколько все предыдущие люди честно поднимали руку. Вот сейчас подняли руку, ну примерно четверть зала. Я вот ни за что не поверю, что только четверть зала знает, что такое генту. Ну ладно. Но я не буду рассказывать, что такое генту. То есть генту — это операционная система, то есть у нее есть зависимости, есть любители операционной системы, есть ее противники. Но конкретно в этой компании генту рассматривается и сейчас как полноценный вариант, как, скажем, альтернатива никсу и конкурент нам. Может быть, они в итоге выберут генту для того, чтобы собирать у себя систему. Значит, хабитат. Хабитат — это летний анонс всеми любимого шефа, который на самом деле больше маркетинг, а в реальности его использовать смысла нет. Он очень сырой. Я про него тоже рассказывать не буду. Значит, просто промежуточным финалом работы хабитата случилось то, что последний месяц шеф предлагает в качестве стандартного пути использования уже использовать не хабитат, сам по себе со своим супервизором, а экспортировать хабитат в докер-файл, и чтобы уже он работал внутри докера. А кто знает, что такое хабитат? Ну вот, знаете, что пока хабитат тоже использовать нельзя. И третья вещь. Нет, то есть генту использовать можно и нужно. Генту отлично. Значит, хабитат. То есть у них офигенно хорошая, красиво поданная идея, но они выпустили очень сырой. Они, может быть, через год, через два и разовьют это намного лучше. Значит, и джетвер. Это то, что делаем мы, и про что тоже буду рассказывать я. Кто знает, что такое джетвер? Правильно. Только один человек, которому я вчера это рассказывал. Значит, джетвер, он во многом похож на Nix. То есть это менеджер пакетов, система сборки и система управления рабочими окружениями. То же самое, как в Nix. У нас все состоит из пакетов. Пакеты Red Only имеют версии, могут быть разные варианты сборки и в одном физическом, скажем, системе, в каком-нибудь физической машине может стоять сколько угодно разных билдов, разных версий одного и того же пакета. Значит, пакеты имеют зависимости и могут либо подключаться автоматом из репозитория, либо если в репозитории нет, автоматом собирается по зависимости. Единственный пакет, который не собирается автоматом, это Bootstrap GTC, потому что его нужно bootstrapить. Что еще у нас есть общего? Значит, есть реестр настроек пакетов. В Nix и в джетвере каждый пакет может иметь сохраненные в нем и дефолтные какие-то значения, то есть, например, дефолтное значение порта, на котором должен что-то сервис слушать. И те значения, которые может при сборке кто-то собирает, их решил поменять. Но кроме общего есть еще и отличия. Значит, у нас пакеты – это не чистые функции, у нас пакеты больше похожи на пакеты в традиционном смысле. То есть, они в традиционном смысле имеют версии, например, тот же RPM или Debian. То есть, они имеют версии, и зависимость их могут быть на диапазоны версий. Что есть еще из отличия? Значит, это самоинтеграция пакетов. Я про нее расскажу чуть позже. Но смысл этой самоинтеграции в том, что когда в какой-то рабочей окружении устанавливается несколько пакетов, и если эти пакеты имеют намерение друг друга конфигурировать, то они это делают автоматически. Пакеты инкапсулированы. Значит, в Nixi в рабочее окружение вливается абсолютно все содержимое пакета. У нас это больше соответствует подходу языков программирования, которые оперируют модулями. Значит, вы можете импортировать модуль, и из него только те символы, те функции, которые вам нужны. У нас пакет все в себе хранит, но в рабочее окружение отдает только то, что считает нужным. То есть, например, бинарники и shared libraries. Все остальное он хранит у себя внутри. И окружение у нас не read-only, то есть рабочее окружение у нас хранит в себе настройки, хранит в себе контекст, хранит в себе данные. Так, вот тут я прошу прощения, это просто у меня остались лишние слайды. Я сокращал, все сильно сокращал. Значит, пакеты Jetware. Все компоненты пакетов — это модули, и программы, и библиотеки. То есть, мускул, липси — все это пакеты. Единственное, чего у нас нет, чего, что есть в RPM, у нас нет циклических зависимостей. Они просто полностью ломают логику работы и с нашей системой они совместимы. Значит, и что такое у нас рабочее окружение? Это тоже точка, в которой связываются все пакеты вместе. В ней хранятся настройки пакетов, в ней хранятся данные пакетов, которые сами программы в этих пакетах меняют. И это рабочее окружение, оно полностью отвязано от операционки, то есть липси свой, все остальное свое. Значит, выглядит рабочее окружение так. Пакеты здесь, значит, наружи, они read-only, данные все внутри. Значит, пакеты — это namespaces, то есть, как я говорил, по схеме модулей они экспортируют в рабочее окружение только необходимый минимум. Значит, а все данные хранятся в самих пакетах. Значит, необходимый минимум, который экспортируется, это bin, бинарники, shared library. И в данном случае пока все. Значит, экспорт, как в случае с никсом, делается сим-линками. Изменяемые данные работают чуть-чуть по другому принципу. Значит, в самом пакете они являются, ну, по сути, как шаблоном, и в рабочее окружение копируются в неизменном виде, и дальше уже могут меняться именно в рабочем окружении. Вот, значит, но в рабочем окружении они находятся, значит, в своих namespace, и это нужно для того, чтобы исключить конфликт, например, по именам между разными приложениями, и для того, чтобы просто облегчить работу администратора. То есть чтобы, если кто-то хочет посмотреть логи MySQLD, чтобы он знал, что они всегда находятся, значит, в лог MySQLD и дальше в подкаталоге. Значит, если он хочет посмотреть состояние логов Nginx, он смотрит их в namespace, который относится к Nginx, то есть тоже там лог Nginx и так далее. Вот, значит, пакеты могут между собой взаимодействовать, и это вот та самая вещь, которую я говорил раньше. Если, например, MySQL хочет, то есть имеет у себя MAN-файлы, то он не экспортирует их автоматом в само рабочее окружение, а он их экспортирует приложению MAN. Если в систему MAN установлен, он этот экспорт примет. Если MAN в системе нет, то отношение не устанавливается, и все MAN-файлы, их система не видит. Значит, кроме этого пакеты могут еще, вот кроме обмена данными между собой, они могут менять друг другу конфигурацию. То есть если в систему установился пакет, который хочет поменять порт MongoDB, он у себя в метадандах говорит, что я таким-то образом меняю конфигурацию, и как только они вместе установились, изменение сработало. Роли пакетов. Вот это тоже та вещь, которая у нас отличается от Nginx. Неймеспейс на самом деле у нас относятся не к имени пакета, а к роли. А роль это, ближе к языкам программирования, это можно назвать некий класс. Некий класс, который реализует какие-то методы доступа к себе. Вот если мы посмотрим здесь, у нас есть MySQLD. Это роль пакета, которая должна что обеспечить? То, что в ней есть сервер MySQLD, и то, что этот сервер работает по протоколу MySQL и выполняет все функции. Конкретная реализация, вот их здесь четыре. То есть Percon, MariaDB, оригинальный MySQLD и фейсбуковский MyRocks. Для того, чтобы все остальные программы могли не заботиться об этих различиях, работать напрямую только с MySQLD, именно и введена эта самая роль. То есть им не нужно делать свои отношения между разными типами, разными именами пакетов. И кроме собственной роли, которая у нас является классом, у нас есть еще такой вид ролей. Это как некие транзитные роли. То, что в языках программирования называется абстрактный класс. Вот здесь конкретный пример, как это работает. У нас есть три веб-сервера. Это Apache, Jinsk и Lite.tpd. Это именно роли. То есть это полноценные серверы, которые имеют много чего-то разного. Но у них есть нечто общее. Это то, что они являются веб-серверами, и они, как правило, могут создавать виртуал хост, который по какому-то определенному пути, какой-то определенный путь в файловой системе связывает с именем, с хостнеймом. Вот это та самая общая их вещь. Она вынесена в абстрактную роль ВВВ. И поэтому любая программа, которая хочет, например, любое приложение, которое хочет создать виртуальный хост, она это делает не прописывая разные конфигурации файлов для всех трех типов приложений. Она это делает только один раз для вот этого самой абстрактной роли для ВВВ. То есть она сообщает, что у меня, например, в таком-то каталоге, я хочу, чтобы там был создан такой-то виртуальный хост. И уже дальше сам ВВВ автоматом экспортирует в подходящем виде для конкретного приложения в это само приложение. Если в системе установлен Jinx, то ВВВ отдаст данные ему. Если установлен Apache, данные попадут в Apache. Что получилось в том, что мы сейчас сделали для американской компании-разработчика демонстрационную установку. То есть она там весь сейчас, их софт, конечно, не покрывает, она покрывает совсем небольшую часть. Вот. Значит, но мы смогли сделать для них быструю систему тестирования, которая позволяет примерно для 50 вариантов сборки рабочих сред, вернее, рабочих окружений. Позволяет быстро создавать тестовую среду. То есть типичное рабочее окружение в тестовой среде – это 300-500 пакетов. Каждый пакет собирает, каждое рабочее окружение собирается от 3 до 20 секунд. Значит, 20 секунд вылезли это для тестового окружения с лампом, потому что там около 10 секунд PECO собирает какой-то большой XML-файл со всеми модулями, которые у него есть внутри. Вот. То есть просто собрать с нуля чистое рабочее окружение. Это 3 от 3 до 10 секунд. Значит, и мы для них также сделали тестовую систему, которая автоматом перемещает нормально протестированные пакеты из тестинга в стрейнчинг. Ну, в принципе, здесь на самом деле ничего удивительного. Что они в итоге получили? У них сократилось в 3 раза число машин, которые занимались Continuous Integration, использовались у себя на площадке, и практически они перестали использовать амазоновские машины, потому что у них оказался большой излишек своих собственных ресурсов. Значит, поменялась система сборки, только вместо Nix, их приложение стала собирать наша система. При этом мы практически полностью из Nix, вернее, из их скриптов сборки взяли скрипты сборки приложения из Nix формата в наш. То есть это там делалось даже автоматически. Вот это, значит, такой результат. Вот они еще посмотрят, что у них из Gint-у получится, и тогда будут принимать решение, продолжать там с нами работать дальше или нет. Ну, может быть, и решат с нами. Теперь смотрим дальше. Это вернемся назад к эволюции. Значит, вот какой у нас жизненный цикл сервиса. Так как у нас сейчас администраторы уже во многих циклах разработки исключены из диплоя, вот это, значит, все начинается у нас с разработчика. Вот здесь идут раз, два, три, четыре, пять, семь этапов, которые во многом либо делаются вручную, либо настраиваются вручную. И каждый из этих этапов на нем может либо что-то ломаться, либо что-то перепутываться. Вот. Это та вещь, которая реально существенно замедляет процесс выкладки новой версии приложения. Вот. И вот это все, это на самом деле можно автоматизировать так, чтобы это делалось вообще без участия человека. Вот. Для этого сейчас просто быстренько просмотрим еще несколько вопросов. Значит, нужна ли у нас операционная система программе? Вот даже не обязательно, чтобы это был там Nix или Jet, а вот вообще как само понятие. Программе операционная система сейчас не нужна. Ей нужно только ядро для того, чтобы забиндиться на сеть, для того, чтобы открывать файлы. А больше от операционной системы ей ничего не нужно. Программе нужно рабочее окружение. То есть те библиотеки и те другие, например, бинаринки, с которыми она работает. Но это не обязательно должна быть операционная система. Вот, например, Lamp включает около 500 пакетов. И он может обходиться без операционной системы. То есть вот и Nix это показывает, и мы это тоже показываем. Значит, должна ли программа устраиваться в операционную систему? Тоже не должна. Она может находиться где угодно. Главное просто, чтобы мы могли каким-то образом эту программу запустить. То есть нам нужен, на самом деле, Service Discovery, который бы эту программу указал. Вот в Unix стандартный Service Discovery эквивалент — это поиск по паз. И теперь, значит, смотрим, уже переходим чуть-чуть к более сложным вещам. Вот попробуйте включить немножко фантазию и представить себе, вот как работают устроенные процессы Unix, вы примерно знаете. Вот теперь представьте себе, что у нас вместо процесса Unix это контейнер с неким набором файлов. Значит, адресное пространство процесса, то есть вот этот самый каталог контейнера, в котором все замкнуто. Значит, сегменты кода этого процесса. Это read-only файлы, которые находятся в пакетах, которые используются этим приложением. Значит, сегменты данных, то, что мы меняем, это либо временные файлы в tmpfs, либо постоянные хранилища контейнера, которые, например, в случае докера, мы там через Volum подгружаем. Вот. И динамический линков и библиотек, когда мы запускаем программу, это подключение в контейнер и сборка к нему всех пакетов зависимостей. Вот. И в данном случае, значит, у нас любой пакет работает примерно как шарит библиотека. То есть любой шарит или файл это read-only каталог. Значит, эльф-сегменты коды данных, это у нас файлы, которые находятся в каталоге и все зависимости пакета. Они эквивалентны тому, что у нас для обычных процессов идет динамическая линковка при запуске эльфа. Вот. И что в таком случае может у нас быть программой, вот если мы перешли уже к новым принципам, к новым понятиям, к новой аналогии. Значит, у нас программа на самом деле это только имя с версией, ну, просто как способ адресовать эту самую программу. Значит, зависимости для сборки, это примерно то, что в секции динамик линкент эльфа. Зависимости для работы и точка вызова, на какой порт к этой программе, этому сервису можно обратиться, или какой файл внутри этого контейнера нам нужно запустить. Тогда на макроуровне у нас объектом диспетчеризации уже может становиться не докер-контейнер. И может стать просто вот это самое имя и версия. И дальше, для того, чтобы запустить эту программу, значит, мы просто каким-то образом обращаемся по имени версии, устанавливаем ее где-то в зависимости. И дальше наша система оркестрации должна суметь воспользоваться, например, либо никсом, либо джетфером, либо какой-то там третьей системой, собрать, то есть, либо взять существующий образ для этого имени и версии, либо собрать его по тем данным, которые в метаданных находятся, то есть по всем зависимостям, собрать их, вытащить из этих метаданных интерфейс, то есть порт, на котором эта программа слушает и куда она хочет записывать данные, и после этого ввести в систему оркестрации. Как могло бы выглядеть такое приложение? То есть, я просто сейчас, то, что я рассказал на последних где-то пяти слайдах, это уже было не то, что мы сделали, то есть мы сделали пока только на микроуровне, а на макроуровне это то, что мы сейчас планируем делать. И как должно выглядеть такое приложение? Значит, это вот примерно здесь все данные, которые могли бы быть для того, чтобы запустить постгрессовский кластер, который будет сервисом для того, чтобы, скажем, обслужить нам хранение геотегов юзеров. Можно воспринимать его как метапакет. Он указывает в себя зависимостях другой пакет, который содержит дальше в себе еще больше зависимости на постгресс, на конфигурацию кластера. И вторая зависимость – это storage SSD. То есть это некий другой пакет, некоторое другое приложение, которое должно поставлять данные. При установке этого пакета в одно и то же рабочее окружение, они друг друга снабжают конфигурацией, снабжают данными и передают их… То есть, например, storage SSD сообщает кластеру постгресса, где именно он хочет хранить свои данные и какие-то дополнительные требования, которые ему для этого нужны. Как это тогда может работать дальше в оркестрации? То есть, как вообще будет выглядеть процесс деплоя? Разработчик у себя, например, в ГИТе тегает новую версию. Как только кто-то ссылался на… какой-то сервис сослался на этот пакет, который совпадает, который подходит по условиям и по условиям версии, то автоматом… Как раз таки есть. После этого автоматом собирается с нуля сервис, помещается в подходящий для этой системы оркестрации контейнер, запускается, отдается в Discovery. Если на этот сервис никто больше не ссылается, вышла новая версия, то приходит сборщик мусора, останавливает сервис, на который никто больше не ссылается. Все, сервис остановился. То есть, на микроорвне следующая у нас ступень – это самосборка. Роботы вытесняют девопсов. Разработчики и администраторы возвращаются к тому, чем занимались дальше, к своему основному занятию и не делают тупую работу роботов. Что будет дальше? Это пятая ступень эволюции. Самоорганизация. Вот тут осталось уже, время кончилось. Это еще часов в 10, ну и никто не знает, что там будет. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ